Многие говорят о том, что такое победа Украины, в чем она должна быть выражаться, когда можно будет сказать, что все, mission completed, но не только Украина, но и всего нормального мира. Так все очень просто. Mission completed будет тогда, когда у России не будет ядерного оружия. А в идеале Россия будет состоять из нескольких неравномерных, разных, любых, национальных, региональных, любых кусков. Только тогда, когда вместо России будет несколько сербий или несколько венгрий, без ядерного оружия, с такими же сумасшествиями, но просто маньяк у нас есть, а ручек и ножек у него нет. Вот только так. Я не вижу никаких способов их перевоспитывать, никаких, потом опять же, подписывать с ними какие-то договоры, с ними даже капитуляцию подписывать бесполезно, потому что, ну, как бы, ну не с кем подписывать, они никогда не выполняют ничего. Поэтому гарантии, гарантии тут могут быть только физические, как в результате, утром деньги, вечером звездюли. Вот. Если не будет сдача ядерного оружия, готовьтесь к новой серии. Готовьтесь к бесконечному количеству войн, которые они еще развяжут. Против кого? Ну, это как фантазии хватит, да? Я думаю, что на Украину они потом побоятся. Я думаю, что они будут выбирать себе другие страны. Но это не имеет значения в целом, да? Потому что их-то поведение не будет меняться. Они-то будут вести себя, как всегда. И Россия должна быть обезврежена. Обезврежена силой, принуждением, физическим принуждением. То, что все переговоры, которые с ним можно вести, это только армии и все. Вот. Поэтому, если кто-то думает, там вопрос не в том, значит, вот, говорят, там, нужен парад победы в Москве, там, над ними, или не нужен. Нужен, там, и не нужен. Да, в идеале, конечно, нужен. Но, понимаете, суть-то не в том, какие там будут парады. А суть в том, чтобы просто-просто маньяку отрезать вот эти места, которыми он исполняет свои фантазии. То есть, фантазии там будут те же самые. Я не верю в то, что они изменятся в ближайшие лет сто. А может быть, вообще никогда. Но, может быть, они скорее перестанут быть как русские, вот это название у себя уберут. И станут там, неважно кем, ну, такой способ. Пока они называют себя русскими и ассоциируют себя с какой-то там самой большой территорией в мире. Не их территория, естественно. Они будут всегда хотеть убивать, всегда хотеть унижать, всегда хотеть нападать, всегда ненавидеть всех вокруг. Наверное, это все уже умные люди осознали. Поэтому требования вот эти ваши, да вот это я больше не буду, значит, это все не я. Значит, вот эти все, они же, все эти оппозиционеры, они же для того, чтобы после поражения вывести из-под ответственности Россию и дальше строить, продолжать великую страну вот эту, вот где появятся новые фюреры. Значит, ну, и все пойдет опять по накатанной. Украине, безусловно, для Украины победа это, безусловно, вступление в НАТО. Это не означает, что можно будет расслабиться и так далее. Мы же видим НАТО, дроны в Румынию летят, главное не замечать. В Польше летят, главное не замечать. И так далее, воевать никто не хочет. Вот, ну, и, соответственно, замечать унижение, даже военных, тоже никто не хочет, да. Поэтому это тоже, как бы, не, это максимальное, что возможно, да. Ну, и плюс, своя армия, как в Израиле. Чтобы была своя армия, как в Израиле, в Украине надо построить четкую, прозрачную налоговую систему, чтобы все платили налоги, чтобы, а кто не платит налоги, чтобы в тюрьме сидел, да. Вот, и без вариантов, да. Для этого нужно всех неплательщиков налогов, ну, и так далее, начать с самых крупных. А тут на этом все держалось, да, на этих людях, которые грабили страну, ну, вот, дограбились, собственно, да. Вот, поэтому нам, всему народу, нужно, этот консенсус должен быть у нас в головах, что или мы содержим свою армию сами, потому что рассчитывать на других можно какое-то время, но всегда нельзя. Вот, конечно, будут помогать, но мы должны сами это делать, как израильтяне, да. Они за это платят, на высокие цены, на продукты, на жилье, там, на все, явно выше, чем оно могло бы быть, если бы не было такой угрозы. Это вот будущее Украины в любом случае, да. Это, конечно, обязательная военная подготовка всех вообще, ну, в идеале, я говорю, как в Израиле. Потому что кем бы там ни был, там, мальчик или девочка, все равно что-то, человек должен быть частью механизма сопротивления. Или в таком виде сопротивления, в таком виде, неважно. Но все должны знать свое место в системе защиты страны. Четко понимать, зачем, куда, что и так далее. Тренироваться время от времени. Чтобы не было, чтобы даже вопрос у них возникало, будет нападение, не будет, а оно будет однозначно. В голове должно сидеть, у нас теперь же всегда, что они способны напасть в любой момент, да. И всем, кто будет говорить обратно, что русские успокоились, ну, значит, у них уже появились деньги, чтобы оплачивать такие пассажи. Вот, значит, действительно, они успокоились и начали готовиться к новой войне. Поэтому я вижу окончание, значит, ну, понять то, что все территории Украины, все должны быть возвращены. Это абсолютно обязательно. Плюс должна быть какая-то буферная зона, естественно, из территории Российской Федерации, как страны агрессора. Там километров 30 или сколько-то. Просто-просто мертвые зоны буферные. Вот, со всеми, не знаю, сколько, 10 километров, 20, сколько там военные лучше знают. Там должны быть рвы, действительно, с крокодилами в идеале. Ну, так как крокодилы вряд ли выживут в этом климате, да. То должны быть рвы, должны быть постоянные наблюдения, должны быть пристреляны всеми видами оружия, там, возможные проходы, чтобы никаких вариантов напасть неожиданно, тем более не было. Да. Теперь внутренняя безопасность Украины. Посмотрите, сколько до сих пор бродит здесь говна, который работал и работает на Россию, я думаю, и сейчас. Ну, их надо всех выкорчевывать, потому что с таким грузом, они все, с таким, как бы, количеством предателей и отщепенцев, которые за деньги готовы мать родную продать, вот. Значит, ну, будет тяжело. Вот даже то, что постоянно ловят сейчас молодцы из БУ, ловят постоянно каких-то корректировщиков. Это же люди тоже среди нас жили, да. Есть публичные предатели, есть такие предатели. И те, и те убивают, как бы, надо с ними бороться, и эта система должна быть жесткая. Не вот это факультативное, это его мнение и так далее. Надо, должны спецслужбы работать, потому что, ну, это второй раз такого позволять невозможно никогда. Другого шанса не будет. Вот. И просрать такие усилия, такие потери невозможно. Да, это хуже будет преступление, чем предательство. Вот такое, прохлопать ушами и потом расслабиться, значит, и так далее. Можно не входить парадами в Москву. Тут Буданов, наверное, трезвый мысль сказал, но просто, как бы, даже в это говно вляпаться не хочется. Но нет, если при необходимости это надо делать, это опять военным решать, военно-политическому руководству, как там расклады будут. Может, это, может, в ЗСУ войдут в Москву по просьбе, там, НАТО, я не знаю, чтобы там, что, чтобы что-то там потом, как-то территорию привести в чувство, разделить там на какие-то сферы ответственности и так далее. Я просто считаю, что иначе вообще ничего никуда не поплывет. Иначе они будут до абсолютной бесконечности изображать из себя, но как все, как было. Будут просить оставить им ядерное оружие для противостояния с Китаем на стороне Запада, конечно же. Будут рассказывать, что такую великую нацию, значит, нельзя обижать, иначе будет Версальский синдром, вот, значит, и что-нибудь еще будут пугать, там, будут плакать, биться в истерике. Все приемы манипуляции русские будут использовать для того, чтобы сохранить вот эту бациллу рейха и возможность стать им в любой момент. Поэтому проверочное слово очень... Из России надо сделать Сербию или Венгрию, или Венгрию и Сербию. Вот такие маленькие страны, в идеале, ненавидящие друг друга, вот, чтобы было чем заняться, чтобы ручонки были заняты. Вот, и внешний контроль, конечно, за любым оружием, если что, сразу санкции, без всяких, там, прелюдий. Увидели, там, не тот видит оружие, сразу санкции, все, сдали оружие по рукам. Ну, они будут постоянно тянуться куда-то, вот, им надо все время бить по рукам, вот так. Вот они иначе, никак у них не получается, с ними нельзя ни о чем договориться, потому что, вот, тут будет такая сложность, что договоров с ними заключать нельзя, ни с кем, и незачем заключать договоры. Договор должен быть между странами коалиции, которые, с Украиной, которые, странами, которые ей помогали, и, значит, и все. А в отношении России должны быть условия, принуждения, репарации и так далее. Вот, я не знаю, с каким там русским правительством можно что-то подписать, они этой бумажкой подотрутся вообще через день. Ну, как бы, это можно подписывать, конечно, все, что угодно, можно подписывать, но, как бы, это ничего не весит, и, слушайте, они и на меморандум, который США подписывали с Британией, и насрали. Подписать что угодно вообще, за милую душу, только давайте бумагу несите, и все, мы подотремся всем. Вот у них такая, обмануть, перегруппироваться и напасть снова, да. Вот, поэтому миру действительно надо настроиться на, возможно, долгую войну, на финансовые потери, на потери комфорта, да. Вот, но просто иначе будет еще хуже, намного хуже. Вот, и поддерживать Украину надо абсолютно безусловно, потому что, ну, а что? Что остается? Вы, что ли, хотите с ними иметь дело? Кто, кто вывозить с ними хочет? Датчане? Кто? Голландцы? Немцы? Кто хочет? Поляки? Шведы? Никто не хочет. Нет рук, да, что-то не вижу ваших рук. Ну, вот, никто не хочет, значит, надо помогать. Потому что иначе, иначе все будет хуже и хуже и хуже. И, разумеется, никаких тут гарантий не будет ни ООН, ничего вот этого. Это же быть жесткие договоры конкретных стран, вот, сильных, способных наказать. То есть, ну, и плюс другие могут присоединяться, там, но главное, страны и союзы, способные наказать, чтобы они плетку видели всегда. Вот, чтобы больше трех не собираться. Вот, сидел, только поднял голову про великую Россию, тут же голова отлетается, значит, и другие смотрят и говорят, нет, так вот, не будем больше. Вот, поэтому для меня победа Украины — это обезвреживание России. Именно обезвреживание. Вот, фактическое, реальное, технологическое, проверяемое обезвреживание. Ни слова, ни декларации, ни обещания, ничего. Реальное обезвреживание России. Только так этот мир выживет. Иначе это будет все новая серия того же. Вот и все.